Действительно, что же такое маршрутизация пациента северо-западного региона и всех остальных регионов Российской Федерации? Следующие докладчики, в частности Маргарита Валерьевна, будут объяснять пациентам, что же делать, когда установлен онкологический диагноз с психологической точки зрения. А я все-таки всегда говорю о том, что пациент должен в этот момент собраться. Это сложный период жизни, это тяжелый период жизни, принятие диагноза происходит в несколько стадий. И, конечно же, в первую очередь, на мой личный взгляд, по моему опыту работы, в частности, в медицин-онкологии Петрова я работаю больше шести лет уже и вообще всю жизнь работаю в медицине. С девятого класса школы тут недавно, в прошлом году, кажется, недавно тоже в феврале месяце была встреча выпускников. Оказывается, уже 20 лет прошло, то есть столько лет работаю в медицинской среде, что уже даже не помню, когда закончила девятый класс. Ну да ладно, поговорим о моменте постановки диагноза. На сегодняшний день самое главное, что пациент должен понимать, что у него, так же, как и у любого гражданина Российской Федерации, есть свои права и свои обязанности. Права мы все знаем очень хорошо, мы нам все должны, мы все хотим получить помощь здесь и сейчас, но об обязанностях мы все и в обычной жизни забываем. Ну уж тем более, когда мы становимся пациентами, мы сразу же автоматически почему-то думаем, что у нас никаких обязанностей нет. Но они есть, от этого они никуда не исчезают, они как были, так и присутствуют. Новый порядок оказания помощи онкологическим пациентам всколыхнул волну негативных отзывов, что он якобы неудобен и якобы пациенты не смогут поблагодарить в федеральные учреждения. Но это не так. Так, начнем с того, что наш нормативный документ, который регламентирует всю нашу деятельность медицинскую, это 323-й федеральный закон. Но начинать мы даже будем не с 323-го федерального закона, а с Конституции Российской Федерации, где четко, черным по белому написано, что каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь в государственных муниципальных учреждениях здравоохранения, то есть во всех учреждениях здравоохранения. Статья 41 Конституции Российской Федерации. Следующий, куда мы переходим, это 323-й федеральный закон об основах охраны здоровья граждан, где в статье 3 черным по белому, я здесь выделила красным, написано, что получать помощь может любой человек, выбрав любую медицинскую организацию, соответственно, и это не все остальные законы, которые примеряются в Российской Федерации, они не могут противоречить нормам настоящего федерального закона. То есть 323-й закон и Конституция Российской Федерации – это два нормативных документа, которые являются высшими нормативными документами, и 116-й Н-приказ никаким образом не может противоречить данной законодательной базе. Статья 19 323-го федерального закона гласит, что пациент имеет право на выбор врача и выбор медицинской организации. Соответственно, пациент, придя на прием к онкологу, к профильному специалисту, в городскую больницу, в онкологический диспансер, может воспользоваться этим правом. Что нужно сделать, чтобы этим правом воспользоваться? Первое – нужно поговорить с лечащим врачом и объяснить ему ситуацию, что я хотел бы лечиться в федеральном государственном бюджетном учреждении. Врач, профильный специалист, онколог должен объяснить пациенту, какие есть возможности лечения в онкологическом диспансере и какие возможности, сложности могут ожидать его с переездом в федеральную государственную бюджетную организацию, коим, допустим, является НМИЦ Блохина, либо НМИЦ Герцена, либо НМИЦ, наш НМИЦ онкология имени Петрова. Если обстоятельства лечения требуют немедленного вмешательства, то, конечно, переезжать из организации, из одного региона в другой регион для получения медицинской помощи, наверное, не имеет смысла. Если же пациент все-таки хочет, у него есть время, врач ему объяснил, что он может лечиться достаточно, ну не прямо сейчас, да, через какое-то время есть у него время, достаточно для того, чтобы получить второе мнение. Врач должен обеспечить получение так называемой телемедицинской консультации. Телемедицинские консультации оказываются всеми медицинскими центрами федеральными нашей страны, в частности, четырьмя НМИЦами. НМИЦ-онкология имени Петрова, НМИЦ-онкология имени Блохина, НМИЦ-радиология имени Герцена и ростовский НМИЦ. Нет у него такого названия, относящегося к онкологии или радиологии, просто называется ростовский НМИЦ, поэтому там тоже можно получить телемедицинскую консультацию. Любой врач, любая медицинская организация как раз-таки по новому 116 Н приказу должна иметь в своем составе телемедицинское отделение, да, целое отделение, где должен быть заведующий, который и занимается отправкой телемедицинских запросов. Также занимается и получением телемедицинских запросов из более маленьких городов области, да, либо из городских больниц неонкологического профиля для решения вопроса о дальнейшей тактике пациента. Значит, после того, как онкологический диспансер отправил запрос на телемедицинскую консультацию, должен прийти ответ в виде либо консультации, либо консилиума. Данный документ должен быть приложен либо в амбулаторную, либо в стационарную историю, в амбулаторную карту пациента, либо в стационарную историю болезни, и пациент абсолютно законно может воспользоваться правом посмотреть, что же было написано в телемедицинском ответе, написав запрос на имя главного врача о ознакомлении с медицинской документацией. То есть никакой тайны из этого никто делать не должен. Где же в 116 приказе написано, что пациент переходит только в онкологический диспансер и больше никакую помощь нигде не может получать? Этого нигде не написано. На сегодняшний день к нам поступает очень много запросов. В частности, вчера пациент написал, что Ленинградский областной онкологический диспансер отказывает пациенту в выдаче направления в НМИЦ онкологии Петрова. Это неправомочно, это противоречит 323-му федеральному закону, потому что даже на основании порядка врач-онколог Центра амбулаторной помощи, либо первичного онкологического кабинета, либо если этих кабинетов не существует, и это получается городская поликлиника, где принимает врач-специалист по профилю, либо вообще врач-терапевт абсолютно спокойно может направить пациента в онкологический диспансер, онкологическую больницу, либо в иную медицинскую организацию федерального органа исполнительной власти для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Что значит подведомственное органу федеральному исполнительной власти? Это как раз таки и есть федеральные государственные бюджетные учреждения. Соответственно, в 13-м пункте данного приказа, данного порядка, все прописано. Хочу обратить ваше внимание, что приказ от 2004 года о порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам до сих пор действующий и направление по форме 057У до сих пор действующее, оно никакими приказами не упразднено. Соответственно, данное направление выдается медицинским учреждениям, не указано каким, то есть любым медицинским учреждениям, которое осуществляет наблюдение и прием больных, прием пациентов. Соответственно, о чем это говорит? Что любой врач поликлинического звена может выдать данное направление. Что там должно быть указано? Там должно быть указано на именование медицинского учреждения штамп, номер полиса, номер льготы, фио пациента, перечислено на документе, что должно быть указано. Самое главное, должен быть вписан диагноз по коду МКБ и обоснование направления. Данное направление должно содержать три печати. Штамп о номиновании учреждения, печать врача, подписи печать врача и печать заведующего, допустим, поликлиника. Если нет у врача или у заведующего нет подписи, то ставится печать учреждения, общая печать учреждения для документов. Все эти нормативные документы, о которых я говорю, они находятся в доступе. Можно со всеми документами спокойно ознакомиться, прочитать их. И вот это и является обязанностью каждого пациента. Если вам поставили онкологический диагноз, прежде чем пытаться посетить федеральную клинику, необходимо ознакомиться с 323-м федеральным законом. И в частности, что мы говорим об онкологии, это с порядком оказания медицинской помощи взрослому населению, 116Н. Это обязанность пациента. Он должен прочитать эти документы, чтобы понимать, куда и как он может попасть. Также хочу отметить, что в каждом доме на сегодняшний день у каждого пациента есть некий смартфон, некий телефон. Сейчас кнопочных телефонов уже почти не осталось. И пациент может ознакомиться со многими вопросами с помощью электронного девайса. Что для этого нужно? Для этого нужно уметь правильно осмотреть документы. Самые главные документы находятся на сайте Департамента здравоохранения по месту жительства. Это важно. Вы должны обязательно открыть на сайт Департамента, почитать законодательную базу, почитать, на что будут опираться ваши врачи-специалисты. Вы должны зайти на сайт территориального фонда ОМС. Это абсолютно несложно и абсолютно недолго. Открыть региональную программу, либо же позвонить по телефону, который у вас указан на полисе ОМС. На синеньком полисе на обратной стороне указана ваша страховая компания, указан номер телефона страховой компании. Вы можете абсолютно спокойно прочитать информацию, которая... Позвонить, уточнить информацию, которую вам говорят ваши врачи. Вы можете ознакомиться с информацией на сайте Минздрава Российской Федерации. Вы можете ознакомиться со всей информацией на сайте онкологического диспансера. Для поиска документов я вам представляю бесплатный поиск сервиса документов. На сегодняшний день я составила маршрутизатор почти по всему Северо-Западу. Весь этот маршрутизатор будет выложен на нашем официальном сайте. Сейчас он находится на моей страничке в Телеграм, около медицины. Там полностью с первичного онкологического кабинета до онкологического диспансера расписано все организации, которые принимают онкологических пациентов, которые направляют онкологических пациентов в различные медицинские учреждения. Соответственно, пациент должен четко понимать, с какой точки он выходит, и на какую точку он приходит. Обязательно информируйтесь. Говорить «я ничего не знаю, я ничего не понимаю» не нужно. Вы не понимаете в медицине. Понятное дело, мы все не врачи, я тоже не врач. И в медицинских вопросах я не понимаю. Но вы можете получать информацию. Я очень прошу, пациенты, уважаемые, информируйтесь, получайте информацию у вашего врача. Если вы пробыли в кабинете врача, уточнили какие-то вопросы, что-то не поняли, выйдите из кабинета, посидите, подождите окончание приема, запишите вопросы и уточните их обязательно у врача-специалиста, который заканчивает прием. Никогда врач-специалист не уйдет, не ответив на ваши вопросы. Если вдруг такая ситуация происходит, у каждого врача есть заведующий, начальник над ним, либо главный врач, пожалуйста, запишитесь на прием главному врачу в поликлинику, к заведующему отделению в поликлинике, если речь идет о поликлинике, и выясните все уточняющие вопросы. В социальных сетях на сегодняшний день тоже очень много информации, которую вы можете получить. Соответственно, есть равные консультанты, которые готовы вести профессиональные странички для того, чтобы вам было удобно разобраться в хитроспетениях маршрутизации. Рекомендую настоятельно не полениться, залезть и почитать маршрутизацию пациентов у Неретины Светланы, полная маршрутизация по всем нашим 85 субъектам Российской Федерации. Написано полная маршрутизация без уточнения, естественно, первичных онкологических кабинетов и ЦАОПов, потому что это невозможно все вместить даже, наверное, в 10 постах. Но где брать документы, как называются документы, на что опираются врачи в регионах, все четко прописано. Поэтому с помощью этого маршрутизатора можно спокойно найти документ на бесплатном сервисе поиска документов и понять, правильно вас врач направил или все-таки есть какие-то еще нюансы, есть какие-то еще возможности, которые вы не получили. Бояться получать информацию не стоит. Поверьте мне, любой равный консультант, любой портал по помощи онкологическим пациентам, он всегда вам даст развернутый ответ. Поэтому если у вас есть вопросы, спрашивайте, подключайтесь к группе, уточняйте информацию у пациентов, которые уже находятся в ремиссии, которые прошли этот путь и которые смогут вас правильно направить. Это первое, что вы можете сделать. Второе, не бойтесь врача. Когда пациент приходит к врачу и у него в голове только информация, что в нашей стране до конца все не сформировано, то он уже идет с негативом к врачу-специалисту. Я вас прошу относиться с пониманием к тому, что далеко не все люди, которые пишут о документах Министерства здравоохранения, о документах Министерства образования и так далее, они включены в процесс и занимаются этими вопросами. Большинство специалистов, менеджеров, ведущие какие-то программы, они, может быть, не совсем в теме всех нюансов, поэтому лучше самостоятельно изучить небольшой юридический вопрос и самому, пройдя какой-то путь, понять, что на самом деле наша медицина стремится к удобству и к быстрой помощи пациентов, так как телемедицина и референс-центры работают в полную силу. Это те каналы связи, которые абсолютно бесплатны для пациента, абсолютно бесплатны для региона и необходимы вам для того, чтобы убедиться, что лечение происходит в регионе абсолютно верное. А если необходима высокотехнологичная медицинская помощь, которую не могут оказать в регионе, или вдруг по какой-то причине вы все-таки хотите попасть в регион, из региона в федеральный центр, то, конечно же, вы можете воспользоваться своим правом выбора медицинской организации и никакой приказ Министерства здравоохранения не запрещает вам воспользоваться данным вопросом. Надеюсь, было интересно меня слушать. Спасибо.